Компания «Биотехагра» основана в 2004 году. Производитель микробиологических препаратов для растеневодства и животноводства. В этом году компании 20 лет. За этот период компания зарекомендовала себя как надежный партнер, предлагающий высококачественную продукцию, соответствующую всем стандартам и требованиям. Производственная база позволяет выпускать более 2000 тонн препаратов в год для растеневодства и для животноводства более 3000 тонн. В продукции компании используют более 500 предприятий России. Вот на этом слайде изображена схема обработки соев, начиная от семян и заканчивая вегетацией. То есть, первое, это инокуляция семян. Препарат «Гестинфит-Г» 8-10 литров на тонну используется. В этом препарате, как я уже сказал, у нас три функции, скажем так. Семян с отфиксирующими бактериями. Это защита семян от грибных и бактериальных заболеваний. И это стимуляция семян для увеличения схожести, энергии прорастания семян и также рост и развития корневой системы. То есть, практически мы сюда больше ничего чисто препаратом отрабатываем семена и как бы сеем. Следующая фаза – это фаза цветения. Мы работаем препаратом «Гестинфит-Г» 3 литра на гектар. Он предназначен препарат для защиты от грибных и бактериальных заболеваний. Это и белая гниль, серая гниль, фазариоз, фамопсис и бактериозы. Особенно подчеркиваю, основные, конечно, это фазариозы и бактериозы. Очень великолепно работают. Ну и рекомендуем гелиус-бормолибдин. Бор, минеральное удобрение, дневниколевой листовой подкорбки. Ну, вы знаете, что бор необходим для правильного развития репродуктивных органов растений. Помогает усвоение кальция, передача углеводов и так далее. Также амолибдин играет важную роль в процессе азотного обмена в растениях. И следующий момент – это обработка против вредителей. И у нас есть препарат НСТ, микробиологический инсектоакарицид. Променяется в дозе 3-5 литров. Великолепно работает по паутинному клещу и по, в данном случае, соевоплодожорка, хлопковая совка, акацевая огневка. То есть первых трех возрастов. То есть практически вот эта схема выращивания, то есть применения препаратов при выращивании сои, вот мы работаем, в общем-то, чисто биологическими препаратами. Здесь нет ни одного химического препарата. Ну, за исключением минеральных удобрений. Значит, схема на сегодняшний день в ценовом сегменте, она выглядит таким образом. Значит, обработка семян, она выходит где-то 322 рубля на гектар. То есть 322 рубля стоит литр. Если 8-10 литров на тонну, то, ну, вы понимаете, что вот 322 рубля. Если из расчета 100 кг на гектар, вот, тонна семян на 10 гектар, это вот такой цены, ну, в общем, вы не найдете. Следующая обработка фазы цветения, это вот Гестимфитмарки БМ плюс Гумеллюкс 1,5 литра. Эта обработка выходит 919 рублей, БМ-221 рубль и Гумелл 171 рубль литр стоит. И обработка противопалутинного клеща и 1-3 возрастов хлопковой солки и огневки. Это Инситим 3,5 литра, 183 рубля, плюс Гумеллюкс 1,7 литр, как бы стимулирующий. Плюс адювант, еще применяем 50 г на 100 литр рабочего раствора. Это, так сказать, в общем, выходит 871, там, 1237 рублей на гектар. Это вот то, что предлагаем мы, такую схему при применении на сегодняшний день. И, в общем-то, активно хозяйство использует, начиная, ну, сейчас, начиная с обработки водошел, в принципе, все уже сои, поэтому, если идет выбор препарата на обработку семян. Значит, есть инфит марки Г, этот препарат, который, вот я уже говорил, микробиологическое удобрение для инукуляции, стимуляции и защиты от патогенов бобовых культур. Вот, вот, и триходерма, и бацюрис суптелис, и китомиум, азосперилиум, бацюрис мегатериум, резобиум регминусарум, это, как бы, мезорезобиум, бродирезобиум япоником, это, вот, инокулят носою, то есть это, вот, штаммы, которые входят в этот препарат. Значит, входящий состав препарата к консорумовскому микроорганизму обладает широким спектром действий. Снижает инфекционную нагрузку, увеличивает схожесть энергию прорастания, ну, что, в свою очередь, повышает качество урожай бобовых культур. Не вызывает формирование резистентности у фитопатогена. То есть, это, что касается препарата, я, как бы, можно прочитать, я не буду покороче, значит. Вот обработка семян препаратом и стимфингер, в сравнении с контролем, и на слайде, видите, какая разница. То есть, как бы, ну, это, вот, так сказать, на его вид, на эффективность применения инокулята. А вот обработка семян. Гестимфит Ге и по сравнению с контролем, видите, схожесть 62% до 95% увеличена после обработки. И поражение бактериозом было 38, стало 8. Даже на чашках вы видите разницу, вот, после обработки. Кстати, что касается бактериозом, мы, так сказать, вот эффективность, это подтверждено во Всероссийском институте мыслищных культур. Мы там уже длительное время сотрудничаем. И, в общем-то, эффективность против бактериоза от 80%. 80% и, как бы, 85% и до 90%. То есть, и по их рекомендации мы, в общем-то, включили в регистрацию препарата с включением, вот, патогена бактериоз на сои, подсолнечник и так далее. Вот. Вот сравнительная эффективность систем защиты растений сои против болезней. Это сорт славы, это было, вот, в институте, как бы, исследования. В сравнении с химической защитой, вот, и биологической, видите, что урожай на 0,5 центра выше, а затраты, ну, существенно, скажем, ниже. Если затратить на применение фунгицидов химических и, в том числе, инокулянта импортного производства, это 2,668, то у нас 7,7%. Существенно, вот. Инкрустация биопрепаратами, она снижает, вот, еще раз, поражение семян бактериальной инфекции от 58-76%. Ну, и эффективность составляет 20-60%. То есть, эффективно работают препараты. А это вот уже конкретное применение препаратов в производстве. Вот, это вот соя, соя, спарта, это Шевченко, Белинский район, видите, да, здесь гестимфидге, 10 литров на тонну в сравнении депозит, резофор плюс статик, то есть, как бы, все это самое. По сою обрабатывали против вредителей, там, химические, как бы, препараты. У нас инсидим 3 литра на гектар. Урожайность, как видите, на 1,3 центера, как бы, с биопрепаратами производства, там, 26, здесь 21,93. Ну, и, соответственно, видите, какие затраты, на 4 тысячи рублей дешевле. То есть, вот препарат дальше, Газырская, Усилковский район. Здесь также на 1,3 центера урожай выше. Ну, и затраты здесь, просто здесь была обработка одних семян, больше ничего не даёт. В то же время... Следующий препарат, это препарат ГЕСТИМФИТВЭ, это против болезней препарат, вот. То есть, обладает широким спектором действия на ряд возбудителей болезней различных сельхозкультурных. В данном случае. Прекрасствует развитие таких болезней, как козолиоз, мышечистая роса, септориоз, переносфороз, сиркосфороз, бактериоз. То есть, это вот то, что мы работаем против болезней препаратом. Препарат ГЕСТИМФИТВЭ. Есть у нас такой опыт вот по Волгограду. СОЯ-СОРТ Волгоград К2. И, видите, хочу сказать, такая наглядная таблица с инокуляцией и без инокуляции. Видите, вот с инокуляцией контроль 1,65 урожай, ну, если в тоннах, там, 16,5 центров. С инокуляцией и с препаратом БФТИМ 24,8. И препарат, стимулирующий препарат, БеллатР, он, как бы, очень эффективен. Вот с ним сравнивали в Волгограции. Ну, и здесь 20,7 центров. То есть, как бы, ниже. Без инокуляции. Вот с инокуляцией урожай какой. И без инокуляции. Контроли вообще 1,14 было. То есть, 11,4 было, 16,5. Препаратом БФТИМ 18,2 было 24,8. Это насколько инокуляция влияет на урожайность. Вот. Дальше вот с инокуляцией, но опять контроль 27,7. С БФТИМом 39 центров. И БФТИМ 39, и БЛАТР 34,2. И опять без инокуляции. Несколько повторных, ну, с разной влагоемкостью. То есть, как бы, здесь нарушение. Поэтому учитывались вот эти. Меньше влагоемкостью 70,8. То есть, и во всех вот вариантах видно, что там, где инокуляция, и препаратом БФТИМ урожай существенно выше. Ну, и следующие элементы. Вот продуктивность урожаемой сои при инокуляции и проведении некорневых обработок мегалитическими препаратами. То есть, здесь вот и по числу бобов, штук семян, массе семян и так далее, видно, что вот масса тысячи зерен на БФТИМе с инокуляцией 149 грамм. То есть, она выше, чем это без инокуляции. А с инокуляцией 157. Масса тысячи семян. То есть, вот какая разница. То есть, с инокуляцией и без инокуляции. Это я говорю о том, что многие говорят, да ничего там, типа, инокуляция типа ничего не дает. В почве есть инокулянты, как бы, аборигены. И их достаточно, и семена не обязательно обрабатывают. Так вот, я хочу сказать, эти примеры вот явно показывают о том, что это очень эффективный прием инокуляции семян, ну и защиты по вегетации. То есть, как бы, и это вот убедительно доказывает преимущество проведения предпосевной инокуляции, как бы, вот эти таблицы проведения этих опытов у разных, в общем-то, производителей и научно-исследовательских учреждений. Ну, это такая картинка, вот, по сравнению с контролем, видна разница вот уже вегетирующих растений. Ну, и вот то, что касается уже променения в производстве. Здесь вот слева ногтины, инокулянт, справа ГЕСТИМФИДГЕ 9 литров. Ну, в стандарте по вегетации не обрабатывали, мы обрабатывали ГЕСТИМФИДГВ 3 литра. Вот на один центр в пользу опыта. Ну, естественно, затраты здесь чуть повыше, потому что в стандарте по вегетации не работали. Но я хочу сказать, что один центр на сою – это существенная прибавка. И следующий препарат – это препарат энтомоцидного и акарицидного действия. Вот, живые микроорганизмы – бацилюстуронгиенсис. Вот, сейчас у нас есть, регистрируется улучшенная версия инсетим-Ж, инсетим-ФИДЖЕ. И там мы добавили еще ряд штаммов, в том числе, работающих противним охотом. Значит, как я уже сказал, работает и по хлопковой солке, и по паутинному клещу. Объекты. Не формирует резистент, то есть у вредителя к биопрепарату. Это очень важно. Ну, естественно, безопасен для человека теплопровных. Ну, хочу сказать, что еще применяем, ну, в том числе, на подсолнечке, рапсе и так далее. То есть препарат не имеет вредного воздействия на пчел. А теперь вот, как бы, я хочу показать таблицу испытания этого препарата. Это была агрофирма «Прогресс» Лобинского района, да. И здесь площадь, вот как вы видите, в пределах 5000 гектар. И, как бы, обрабатывали нашим инситивом против паутинного клеща. Хочу обратить внимание на численность паутинного клеща на листе. Вот видите, и 135, и 178, и даже 217 есть. И вон, и 237. Это штук паутинного клеща на одном листе. Представляете, какая численность очень большая. Ну, естественно, был контроль. То есть, как бы, здесь такая была внушительная комиссия по ведению этого опыта, по мониторингу и так далее. Видите, после обработки, до обработки, к примеру, 135 численность клеща на листе. После обработки... Урожайность 8,9 центров, да, эффективность 97%. И если вы посмотрите по таблице, четко видно, да, эффективность 97%, 98%, 96%. И теперь посмотрите, разница, ну, вот первой половины таблицы, где без обработки, то есть контроль. Если там 26-24 центра, то на кое-что... Ну, и также во второй таблице, в половине таблицы, это, ну, там станица Владимирская, одет в поселок Лебодаровский. Здесь также подтверждается высокая эффективность применения инсетима против паутиного клеща. Ну, и вот в Новолобинской тоже применение, сравнение вот акарицида Ортус с инсетимом, да, вот как бы разница составила 1,6 центров в пользу, так сказать, инсетима. Ну, и затраты вот значительно ниже, то есть на 1200 рублей, грубо говоря, ниже, чем химический акарицида получает. Ну, это табличка, вот по каким возрастам инсетим работает, вот, про лобковый. Первый, третий возраст, это вот диапазон хорошей эффективности, отличной против высокой. Следующий препарат, это препарат ГЕСТИМФИДЖЕ, стимулирующий препарат, который способен усвоению фосфора, калия, кремния. И практическое применение, вот, его внеимки, вот, в сравнении с кальцием, гестимфи, да, урожайность на 0,8 центров выше. Затраты, ну, на 144 рубля ниже гектара. То есть, это вот такая схема обработки, вот, провыращивания сои препаратами компании Биотехагра. Надеюсь, производственникам будет полезно. Ну, и я желаю, так сказать, эффективно променять наши препараты и получать высотные урожаи. Сергей Борисович, спасибо. У нас несколько минут еще осталось. Я бы хотела вам задать пару вопросов. Можно? Да, конечно. Сергей Борисович, вот, вы показывали опыт, где схожесть семян менялась после обработки препаратами вашими. Вот, и борьба с бактериозом была достаточно эффективной. Вот, в связи с этим, хотела бы уточнить для наших производственников. Вообще, бактериоз на семенах, это что такое? Что за болезнь? Проникает ли она внутрь семян? Или она грозит именно на фазе всходов? Бактериоз, это болезнь, как она проявляется? Просто семена сгнивают. И в связи с этим, то есть, как бы, ну, уменьшается число растений в почве. К примеру, просто если не обрабатывать, да, семена сгнили, вот и все. То есть, разница по всхожести, видите, там, где всхожесть повысилась до 90%, 95%. Там, где не обработано, всхожесть 62%. Это означает то, что часть семян просто пропала. Они просто не взошли. Ну, и видно, вот на чашках видно, да, как она за этот самый зарастает. Они просто сгнивают, эти семена. То есть, вот, ну, как бы, покрывается слизь, сгнивает. То есть, они, вот так проявляется, ну, сам бактериоз. И он, кстати, ну, ну, это такая болезнь, которая в последнее время, как бы, она... Хотя на подсолнечнике она, в общем-то, была всегда. У нас сейчас с НИИМКом, третий год, мы заканчиваем опыт по обработке семян сои и подсолнечника на хранение. И у нас очень положительные результаты. И сейчас институт, в данном случае в НИИМК, сейчас мы получаем последние данные. То есть, мы, как бы, обрабатывали семена, ну, то есть, проводили такой опыт, обработанное. Начиная с уборки, мы эти семена вели вот до самой весны. То есть, это вот несколько месяцев. И смотрели динамику, вот, по снижению патогена микрофлоры на семенах, по динамике, по схожести, по поражению, так сказать, патогена микрофлорой. И получили, в общем-то, очень хороший результат. Сейчас, ну, институт, в общем-то, будет заниматься, скажем так, с юридической точки зрения, узаканивая этих вот результатов. Еще в опытах видно, что в варианте с биологической защитой растений, ну, здесь, например, да, урожайность сои выше, чем по сравнению с химической обработкой. Чем это объясняется? Ну, просто, плюс ко всему, эффективность самих препаратов в данном случае выше. Свои относятся, то есть, как бы, реагируют на это лучше. Еще в том плане, что, ну, она не угнетается этими препаратами, как, допустим, при применении химических препаратов. А вообще, ну, допустим, гейстинфидге, допустим, инокулянт, и, как бы, когда применяют химический фунгицид, то есть, кроме инокулянта, производственники против патогена микрофлоры, которые на семенах, применяют химический фунгицид, который в любом случае, даже там очень щадящий есть, как бы, Максим, да, один из его, так сказать, вариантов, он все равно угнетает растения, и тем самым и снижает и всхожесть развития сои, чего нет у биологических препаратов. Поэтому это один из факторов, как бы, преимущества в данном случае, вот, фунгицидной части по сравнению с химической. А что касается инокуляции, то она, ну, как минимум, там тоже инокулянты, ну, разных производителей, они тоже биологические, то есть, это не значит, что там химический какой-то инокулянт. Это тоже биологический инокулянт, просто тот же брадиризобиум, ну, как бы, разные штаммы там. В данном случае это говорит о том, что те штаммы брадиризобиум, которые есть у нас, присутствуют в препарате, они как минимум не уступают вот инокулянтам, там, зарубежных производителей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!